Всем привет, друзья мои! Хочу окунуться в глубь веков. Много-много лет назад большим успехом пользовались две вот этих книги. Это «Мужская кулинария», автор перед вами. Но автор был не один. И главное – это вот мужские напитки. До этого была книжка «Занимательная наркология», а сегодня она уже является библиографической редкостью. Но писал я эти книги в содружестве с моим дорогим товарищем Марком Гарбером. Вот он здесь сзади на обложечке. А что вам смотреть на обложечку? Вот он стоит. Он пришел. Добрый день. Дорогой Марк! Профессор, между прочим, я могу открыть тайну, что, по-моему, в начале 90-х, несмотря на его молодой возраст, он был замглавного нарколога города Москвы. Было такое? Был даже раньше. Это было в 80-х. Это были 80-е годы. Так что он знал, о чем он писал. А сегодня он решил удивить и вас у меня пастой с батаргой. Значит, если кто не знает, батарга – это такая вяленая икра кефалия. Штука весьма дорогая. Я, естественно, в преддверии нашей съемки поинтересовался, можно ли приготовить батаргу своими руками. И поскольку ну не наша эта еда, я сначала полез в иностранные всякие сайты, да, где написано «можно», и совсем не обязательно. Это должна быть икра кефалия, это может быть икра туца, летучая рыба. В общем, любой рыбы, где икра мелкая, там, икра лосося не подойдет. Дальше сложный технологический процесс, растянутый на несколько дней, потому что надо сначала ее замочить в соленую воду, потом промокнуть полотенцами, потом слегка покрыть оливковым маслом, потом положить на слой соли, а слой соли на бумажное полотенце, а сверху опять слой соли и бумажное полотенце, и она начнет отдавать влагу, и тогда надо будет эти полотенца менять периодически, и она будет подсыхать, а внутри сохранять некоторый сок, и все это должно происходить в прохладном, но сухом помещении, и тогда в результате, возможно, у вас получится батарга. Потом я открыл наш сайт. Как самому сделать батаргу? Да нет, ничего проще. Возьмите икру и посолите. Собственно, все. Знаешь, мне пришло в голову, что, кстати, паюсная икра, вкус которой мы забыли, это фактически батарга из астровой икры. Ну, будем чисты, не совсем, потому что даже если говорить о батарге как о продукте специфическом, а на самом деле батаргу исторически делали действительно сардинцы, а вообще само название арабского происхождения, от арабского слова батариха, что означает, собственно, икра соленая, икра рыбы. и получили эту технологию сардинцы как остров, уникально обеспечивавший центральное все обращение мореходства в Средиземноморье в древности от финикийцев. Вы представляете, как с ним было интересно писать книжку? Продолжайте, пожалуйста. Так вот, если вам предложат, действительно делают классическое батарга, вот я вам сейчас покажу, вот этот классический продукт туристический, скажем так, и уникального экспорта Сардиния делается из икры серого кефали, исключительно серого кефали, делают иногда из голубого тунца, но это несравнимый вкус, поэтому, если вам придется выбирать исключительно классическое батарга, это икра только серого кефали, не разменивайтесь, не разменивайтесь, всякие разные вещи, и паючная икра, безусловно. Технологически, наверное, можно быть приравнено, но по большому счету, если хотите, классического сардинского вкуса, должна быть именно такая батарга. Так. Но это не главное у нас сегодня, потому что на самом деле главным продуктом, который мы сегодня будем готовить, это фрегула. Тоже сардинская фрегула. Фрегула это самый маленький вид пасты. есть еще маленькая по размеру паста, которая называется орза итальянская, но... Я бы подумал, что это крупа. Да, и так похоже на манку. Катали вручную, собственно, само название фрегула происходит от глагола фрикара тереть. Поэтому перетирали. Так шарик. Раз, Скатывали, так по зернышкам. И в общем, это действительно классический сардинский продукт. Вообще хочу сказать, что я, поскольку на Сардинии пребываю уже довольно долго регулярно, то в прошлом году, когда мы все оказались в изоляции ковидной, проведя очень долгое время, которое никогда не удавалось проводить в течение одного периода и объехать весь остров, я довольно много интересных вещей обнаружил. Но в частности, мало кто знает, что Сардиния один из центров долгожителей в мире. Долгожители? Японцы отдыхают? Японцы отдыхают. В среднем у итальянцев по стране 25 долгожителей, то есть людей, которым больше 100 лет, на 100 тысяч жителей. В Сардинии их 555. Это при их жаре жуткой летней? Это да. И вот в центральной части, в горах, где жили в начале прошлого века всякие разбойники, как правило, там живут удивительные люди, которые пребывают в отличном настроении, едят фреголу с батаргой и пьют чудесное вино. виноград выращивается на старых вулканах. Красное? Красное в основном вино, ну и белое тоже есть, но особенность именно в том, что это старая вулканическая почва, которая очень минерализована. и поэтому фактически это такой биологически активной добавки. Бады. Поэтому, если хотите продлить дни своей, милости прошу, центральная часть сардинии ждет вас. Приезжайте к нам на сардинии. нам отдыхать. Ну что, на этой высокой ноте. Так, нам нужно отварить. А я не очень себя представляю, как пасту вынимать из кипящей воды, я понимаю. А вот это надо на какой-то ситечко откидывать, да? можно на ситечко откидывать. А так говорится, как паста практически. 8-10 минут. Нам нужна терочка мелкая, чтобы цыдру сделать. Нам нужно выжать будет лимон, нам нужно будет оливковое масло, есть, соль и будем делать песто. Гарбер включает блендер. Так, и забыл, что было нужно? Терочка. Терочка. Да, вот это. Чтобы сделать цедру. Давай вот. Надо какой-нибудь блюдечка, да? Блендечка, надо. Это что сейчас делать? Что, чего? Пронзительно запахло лимоном. Я так понимаю, что и не очень много нужно, да? Грамм 150. Думаю, все. Так, вот этот лимон бы нам бы выжать еще, чтобы был лимон. Это я великий мастер по выжиманию лимонов. Говори, когда хватит. Правильно режу? Правильно, правильно, отлично. Еще. Еще. Соку тебе надо много? Ну, вот лимон выжми. Весь? Весь. Смотри, вот это от пол лимона. Еще? Давай еще. Так, и нам надо не пропустить, когда мы будем забрасывать фрагулу, то как всякую пасту нужно варить очень точно по минутам. Да, если мы хотим аль денте, то должно быть 8 минут. 8? Да. Ладно. 8 с половиной. 8 с половиной. хотим по-разваристе, то... Нет, нет, давай, как у вас, как у вас на самом деле. 8 с половиной. Как, не случайно, 8 с половиной. Сок. Так, заливаем. И оливковое масло подавай. Так, оливковое масло какое? Слушай, не выпендривайся. Хорошо, все. Оливковое. Важно быть правильное оливковое масло. Ну, я понимаю, но много? Давай, давай, дай. Все. Пока все, потом дольем. Так, воду надо подсолить, верно? Воду надо подсолить. И нужно будет еще солить в песто. Так. Харе? Равномерно, равномерно еще. Надо, чтобы не было листьев. Листьев не было. А какая вот вообще, кроме батарги, есть национальная сардинская еда? Они наверняка выпендриваются ужасно тем, что они не итальянцы, они сардинцы. вообще говоря, история Сардинии уникальна, потому что Сардиния исторически была независимой, независимой территорией, древнейшей. на Сардинии растут самые древние в Европе оливковые деревья, которые... Да, я их видел. Да, оливастые. Мало того, они в этом возрасте их могут выкопать и пересадить. Могут. на Сардинии есть уникальная культура, которая называется нураги, древнейшее сооружение, которым три с половиной тысячи лет, которое совершенно уникальное. Самый большой комплекс сохранившийся входит в состав юнесовского наследия. там, по-моему, даже не все объяснено, да? Нет, очень все непонятно. Сохранились могилы, которые называются Томбадо-Джигантик, это могила гигантов. И до сих пор не совсем понятно, откуда пришли люди этой цивилизации, но по мнению исследователей, они дали впоследствии начало этрускам, которые заселили всю Италию. Да. Есть удивительное сооружение, которое находится в самом центре Сардинии, которое называется колодец Санта-Кристина, который удивительным образом похож на внутреннюю камеру пирамид Хеопса. И поскольку это территория, которая была ближайшей к Африке, и вообще там была мощная эмиграция африканская, то удивительно и непонятно, откуда все колодец Санта-Кристина вообще загадочное сооружение, оно фантастически идеальное, это по сути обсерватория, куда солнце попадает только в дни весеннего и осеннего солнцестояния, и совершенно непонятно, кто его построил. Но вот, видимо, та же самая цивилизация, которая построила пирамиды в долине Гиза. потому что, кроме этого... Не слово об инопланетянах. Нет, ну какие им дуньте. Но, я думаю, что наш с тобой знакомый Турхиердал был бы счастлив этой информации, поскольку он был горячим сторонником идеи цивилизации пирамид. Вот. Так что, помимо батарги, фрегвола, сардинцы питаются очень простой едой. Сардиня заселена маленькими кабанчиками и большими тоже. Поэтому национальная еда сардинское еще сало. Это ларгу. Похоже на наше? Да, абсолютно такое. Вот прямо украинское. Нежнейшее украинское сало. Сардинцы замечательно используют на печи для пиццы, для того, чтобы томить мясо кабанчиков, козлятину и вообще большие мастера в приготовлении сыров еще. Поэтому знаменитые сардинские сыры пекорина. Твердые. Твердые, но овечье, козье сыры. Есть еще знаменитый сыр кацумацу, который знаменитый тем, что это считается гнилой сыр, где есть личинки сырной мухи. И специально пекорина доводит до того уровня, когда там развиваются эти личинки, они подпрыгивают. Он запрещен, но фанатики любви к этому продукту его подпольно поедают. Пару раз с личинками. С личинками, да. Они подпрыгивают очень высоко, поэтому надо закрывать глаза. выдернуть из-под них сыр, когда они подпрыгнут. Можно, но главное глаза закрывать, чтобы они не попали в глаза. Пару раз пробовал, честно, не скрою, специфический вкус, но надо привыкнуть. Скажи, пожалуйста, глупо было бы предполагать, что название Сардиния не имеет отношения к сардинам. Нет, как ни странно. Не имеет? Насколько я знаю, видимо, обратный процесс, но как-то прямой связи нет. Поразительно. Моя любимая рыба и... И не имеет отношения. Да. Так, все-таки, мне кажется, еще надо. Что у нас по времени? Я контролирую. Распухается собака. Более-менее. Так, а пока мы давай-ка все-таки вскроем Батаргу. Давай. Вот здесь есть некое подобие сардинского хлеба. Вообще, сардинский хлеб, который называется Панокюрасава. Или еще называют Карта де Музыка. То есть музыкальная бумага. Тончайший хлеб, который, правда, больше по размерам, чем вот то, что мы видим здесь. Это некое подобие вот так маленькими кусочками. А сардинский хлеб должен быть большой. Большими такими делается либо кругами, либо подальными. Где-то я это еще видел, кроме Сардинии. Это, в общем, довольно популярная история с таким тонким хлебом. Но классический вариант именно такой. Вот мы сейчас будем тонко-тонко резать Батаргу. Скажи, а вот вот это любимая нами вот икра из вобла, она немножко Батарга? Ну, если боржоми считать шампанским, то икра из вобла это, знаешь, это, как ты помнишь, описывая портвейн наш советский, мы пришли к выводу, что ничего общего с портвейном это не имело. Понимаем. Ну? Ну, по консистенции очень похоже. И на зубах вязнет. Точно так же. Вкус мягче, конечно, она не такая соленая, как ни странно. Да. И не такая резкая. Под пиво и вино, кстати, по поводу вина, у нас есть бутылочка вина, белого вина, сардинского. Кстати, сардинские вина, вот я говорил, что они домашние вины делают испокон века, но вина, которые нам привычны, стали делать довольно недавно. И на моей памяти начали производство вин уже красных, которые сейчас уже стали очень популярны, известны. Есть вина, которые можно купить у нас Турига, Террабруна. это красный вид. И вот белое вино у нас есть Копикера, по-моему. У нас есть белья. Белья, замечательно. Годится или гадость? Да, Открывать? Открывать. Значит, господа, я как человек, который никогда не стесняется признавать свои ошибки, могу сказать, для этого количества пасты можно было взять в кастрюльку побольше и воды побольше. Но я не знал, что она до такой степени разрастется. Нет, никакой катастрофы не произошло. Просто и тесновато. Вот вам охлажденное белое. Давай попробуем белое. Так, а это просто кладется на хлеб и все, да? А это кладется на хлеб и все. Чуть-чуть можно оливкового масла сдобрить чуть-чуть, капелькой прямо. Взбрызнуть? Взбрызнуть. Давай взбрызнем. Первый пошел. Опа! Есть, получилось от души. Ну, ничего. Все нормально. Так, сюда. Пусть сольется. Помнишь советские макароны промывали? Это обязательно. Холодной водой. Да-да-да. О! Ништяк. Каша. Так. Мог не досолить, но это знаешь. Кстати, сейчас батаргу делают и во Франции. Считается тоже очень изысканным продуктом, специалисты говорят, все-таки сардинская батарга не взайденная. Это нам сардинцы говорят, да? Говорят, знающие люди. Аль-денте. Аль-денте? Да. Соли могло быть побольше? Чуть больше. А мы сейчас у нас соль добавится за счет батарги. Я выберу, потому что что она тут торчит? Правильно? Давай, давай, давай сюда. Так, это мы сюда выливаем. Ах, вот это скажи, а какой-нибудь сыр типа пармезана сюда не идет, да? Он не может пойти. Это уже по вкусу и по разумению. Чуть-чуть бы еще оливкового масла. Кстати, одну вещь, просто еще вот, может быть, секрет, который у нас не было. Пасту перед тем, как ее готовить, лучше положить в морозилку. Да ты что? Да, это старая хитрость итальянская. Сухую пасту? Прежде чем ее готовить, очень хорошо заморозить. Так же дело. Считается, что структура теста будет лучше реагировать на кипяток. И когда вы готовите пасту, вот мы сейчас это тоже не сделаем, чуть-чуть подлить оливкового масла. Вот насчет этого меня в Умбрии высмеяли просто. Они сказали, ну если вам масло девать некуда, вы, конечно, можете его подливать, но мы этого никогда не делаем. Умбрии мало масла. Нет, достаточно. Они просто к нему относятся с уважением. Так, пробуй. Получилась перловка такая. Получилась перловка. Так, давай. Ну-ка. Знаешь, что не хватает? Что? Батарги. Я знал. Вкусно. Давай-ка мы сначала за успех по чуть-чуть, потому что это тоже интересно. Я рад вас видеть, Марко Файлович. Абсолютно взаимно. Как по-итальянски они говорят, чин-чин? Как скажете. Так, прошу. Упс. Апа. Закон бутерброда. С этим хлебом божественным. Прям как-то он все соединяет. Размешивай. А надо? Или сверху должно быть? Ну, по идее, можно и сверху, но я люблю все размешать, потому что это добавит той соли, которой нам не хватает. А уже сверху мы сделаем декорацию. Кстати, когда еще одна из технологий, когда готовят фрегулу, иногда добавляют шафран, который дает желтый цвет и легкий такой приятный вкус. Получилось? Смотри, как Эйнато подползает. Вот в кадре ее не видно. Она приехала специально попробовать. Подползает. Ну как? Мне безумно нравится. Это не похоже ни на что из того, что я ел вообще. Мастер. под вашим руководством. Дорогой Марк, я пылю в ваших ног практически. Позвольте в знак завета между нами дарить вам наш исторический фартук, чтобы вы в нем всякий раз, готовя батаргу на далекой Сардинии, вспоминали наш уголок. Я обещаю. Я обещаю. Андрей Вич. Товарищи. Вот так, ребята. Пока. Это здорово. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова